Дементьев Илья Дементьев Илья Гранкина, заместитель министра образования и науки Амурской области. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Николаевна, я знаю о том, что традиционно по всей стране в вузах проходят дни открытых дверей. Амурская область, надеюсь, не стала исключением. Сегодня мы тоже открываем двери всех вузов для того, чтобы рассказать, как, что, где, но самое главное, нескромный вопрос, почем. Я с вами абсолютно солидарна, Илья, что сейчас очень серьезное время наступило, очень ответственное, очень важное. Будущие первоклассники готовятся в первый класс, а будущие выпускники, нынешние выпускники, сейчас готовятся к единому государственному экзамену, к поступлению в учебное заведение, не только высшее, но и в среднее специальное учебное заведение. И готовятся к ГИА. Те ребята, которые решили получить только основное общее образование. Очень серьезная пора. Мы обязательно проговорим про ЕГЭ и про ГИА. Вот сейчас именно дни открытых дверей. По традиции, дни открытых дверей высшее учебное заведение в нашей области проводят в дни школьных каникул. Они у нас были в марте, каникулы, и все ребята имели возможность побывать в наших высших учебных заведениях. В тех учебных заведениях, которые дают среднее специальное образование. У нас сейчас осталось только 16 апреля провести день открытых дверей в профессиональном лицее сервиса и торговли, 19 апреля в Амурском аграрном колледже и профессиональный технический лицей номер 1 города Благовещенска проводит 23 апреля. А так все уже провели, показали обзорные экскурсии, условия приема, поступления, все рассказали. Это хорошо, это прекрасно. То есть у молодых людей уже появился какой-то вариант для выбора. Они уже чуть-чуть вдохнули воздуха студенческого. Хорошо. Я так понимаю, что на этих презентациях в том числе презентуют вузы и СУЗы и новые специальности. Так ли это? И какими новыми специальностями будет прирастать Амурская область и город Благовещенск в частности? Да, есть новые специальности. Школы города Благовещенска, школа номер 5, 16 школа, заключили соглашение о сотрудничестве с Амурским государственным университетом. И на базе этих школ открыты аэрокосмические классы. Также такой класс открыт у нас и в поселке Углегорск. И ребята готовятся вот к поступлению на те специальности, которые связываются с обслуживанием объектов инфраструктуры космодрома. Так как мы строим космодром восточный. И поэтому в самом Амурском государственном университете открыта такая специальность, которая называется авиационная и ракетно-строительная техника. И в настоящее время отдел кадров Федерального государственного управления полетов подбирает кандидатуры целевым набором 4 выпускника. Им необходимы для поступления в МГТУ имени Баумана. В прошлом году ребята поступили в этот университет. И в настоящее время на полном обеспечении ребята там будут жить. Им будет выплачиваться стипендия. Затем они будут трудоустроены на космодроме восточный. И им будет предоставлено жилье. Но помимо вот этого, еще Роскосмос, это же эксплуатант будущего космодрома, он еще сейчас определяет список специальностей, по которым необходимо подготовить наших амурских, ну что ли, сотрудников, да, специалистов. Определяется кадровая потребность в инженерах и техниках по эксплуатации самолетов, вертолетов, их радиоэлектронного и приборного оборудования. Средства радиотехнического обеспечения полетов, светосигнального оборудования. Ну и также различных специалистов, которые вот будут строить, ремонтировать, прокладывать дороги, пути. Это штукатуры, каменщики, бетонщики. То есть рабочие специальности очень востребованы. И поэтому в наших учреждениях, среднеспециальных учебных заведениях эти специальности сейчас введены, и ребята могут их получить. Кроме того, вы знаете, что вот широко у нас нефтепровод, очень распространено трудоустройство на этом объекте промышленности. И в связи со строительством в городе Белогорске, в профессиональном коммунально-строительном лицее, открыта такая специальность промышленная безопасность. Вот они осуществляют подготовку, переподготовку специалистов. И для работы на нефтепроводе они сейчас рассматривают открытие следующих специальностей. Нефтегазовое дело, сооружение, эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ и переработка нефтегаза. Это новые специальности в нашей области, которые, естественно, дадут толчок развитию экономики нашей области. Я понимаю, это все будет на базе Белогорска. Да, да. То, что мы назвали, сейчас на базе Белогорска рассматривается открытие. Я просто представляю, какая там жестокая конкуренция будет не для нефтепровода, а, например, для аэрокосмических. Вернемся немножко к космосу. Мало того, что попасть надо в аэрокосмический класс, после этого надо попасть непосредственно на специальность, а после этого только четыре человека искренне поедут учиться дальше. Ну, конечно, надо этим очень гордиться. Надо учиться, учиться и учиться. Еще раз учиться, как завещали все. Вернемся к нашему ЕГЭ. Почему многие почему-то добавляют эпитет многострадальному ЕГЭ. Все-таки в Амурской области. Есть ли какие-то прогнозы о том, не то чтобы как пройдет ЕГЭ, а сколько мы прирастем отличниками? Вот знаете, необходимо иметь правильное понимание. Вот для чего нам необходимо сдавать ЕГЭ? ЕГЭ по русскому языку и по математике нам необходимо сдавать только для того, чтобы получить аттестат. Причем оценки, полученные на ЕГЭ, они так и остаются в свидетельстве ЕГЭ. А оценки в аттестат идут те, которые ребенок получил, учась в школе. То есть в аттестат, независимо от результатов ЕГЭ, выставляется среднеарифметическая оценка по предмету, полученная в 10-11 классе. Если я сдаю русский язык и математику, я получаю аттестат. Вот эти два предмета нужны для получения аттестата. Остальные предметы по ЕГЭ, они сдаются только для того, чтобы выпускник школы поступил в высшее учебное заведение. Поэтому зачем этого бояться? Аттестат, стандарт способны преодолеть все. Мало того, вот посмотрите, у нас в прошлом году 293 ребенка отлично закончили школу и получили золотые и серебряные медали. В 2010 году 262 ребенка, в 2011 году 272 ребенка, в прошлом 293, то есть идет по нарастанию. Ребята спокойно учатся, заканчивают учебное заведение и, имея результаты ЕГЭ, никуда не выезжают, экономят средства, могут выбрать любой вуз. Достаточно трудиться в школе. Да, вот, кстати, насчет именно выезда-невыезда, ввиду того, что ввели определенную стоимость, единую по всей России на платные специальности, появится ли соблазн у юношек и девушек вообще уехать из Амурской области, обучаться в принципе те же самые деньги, ну, например, куда-нибудь в Питер или в Москву, то есть насколько, принимаете ли вы какие-то меры сохранить своих специалистов здесь, оставить их на Амурской земле? Вы знаете, конечно, это дело каждого ребенка. Вот у нас же сейчас медаль, она вот, ну, моральное, что ли, удовлетворение дает, да, льгот каких-то особенных нет. Льготами пользуются только те ребята, которые являются участниками всероссийского этапа Олимпиады школьников. Призеры и победители этого этапа, они могут поступать на льготных условиях вузы. Вообще льгот никаких нет. Но я считаю, что образование, которое дает, дают образовательное учреждение Амурской области, оно достаточно качественное, оно хорошее. И надо его ценить, надо, я считаю, учиться в наших вузах, потому что здесь и ребята проживать могут дома, и все-таки поближе, может быть, к дому находиться, и питание здесь налажено, потому что очень много ребят на первом курсе сталкиваются с серьезными трудностями и проблемами. Но, конечно, если есть возможность, если желание, есть право каждого ребенка продолжить. Конечно, никого силком не будем, конечно, у кого одерживать. Планы разные у детей. Конечно, согласен. Кстати, есть у нас план, или, вернее, в плановом, посмотрел на сайте, оказывается, у нас Амурский кадетский корпус, один из самых чемпионов. У нас буквально одна минуточка осталась. Валерина, скажите, пожалуйста, о ребятах. Представляете, 10-й юбилейный сбор кадетских корпусов был. Министерство образования и науки области при поддержке Дальневосточной распределительной сетевой компании отправило 20 наших кадетов. И они заняли первое место среди 52 субъектов. Понимаете, это очень важно, престижно, и гордость за ребят берет. Вот, молодцы, так держать. Это патриотическое воспитание нашей молодежи. Почему я знаю, что они неоднократно уже побеждали, и, в принципе, надеемся, что и на единственном, и на двенадцатом. Они заняли первое место, и в прошлом году второе, и позапрошлом первое. Молодцы. То есть одни призовые места. В принципе, видно о том, что в Амурской области у нас образование растет, развивается. Самое важное, не стагноцируется, не останавливается на месте, а продолжает развиваться. Учиться, учиться и еще раз учиться. Большое спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. К сожалению, наше время истекло. Сегодня в гостях у нас была Татьяна Николаевна Гранкина, заместитель министра образования и науки Амурской области. Большое спасибо за все время. Спасибо.